За первый день отбора территорий, которые нужно благоустроить на средства программы формирования комфортной городской среды на портале Ивановой РФ, проголосовали больше тысячи ивановцев. Всего в списке на улучшение 5 объектов. Один из лидеров голосования на сегодняшний день – сквер памяти героев фронта и тыла на Шереметьевском проспекте. Территория знаковая. Во-первых, центр города, она становится… Да, у нас есть и набережная, конечно, знаковая территория. Но вот смотрите, с этой территории будет отсчет точка набережной в одну сторону, в другую сторону. И обустроив всю набережную, не имея обустроенной какой-то вот такой концентральной точки, мы можем потерять то, что сделали на набережной. То есть, считаю, важная очень территория. Действительно, она грандиозная. О необходимости создать сквер памяти за мемориалом члены ветеранских организаций говорили давно. Просили обустроить место для отдыха и прогулок с информацией об Ивановцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной и работавших в тылу. У нас видимо такое, что здесь это сделать сквер или как там парковую зону, не просто, чтобы прийти на лавочках, посидеть и все погулять с детишками, а чтобы оно имело какое-то воспитательное информационное значение. Например, поставить какие-то медальоны или информационные вещи, вот как там у памятника Горельна, где бы можно было изложить в годы войны, например, сколько ушло у нас на фронт, сколько не вернулось, сколько у нас было госпиталей и сколько поставили в строй наши медики. У нас же ребята трудились на фабрике даже в 10 лет. Так вот, сколько мы ткани выпустили, сколько одели, обули. Мы официально от городской ветеранской организации напишем письмо главе города, где изложим свою концепцию, что мы хотим здесь видеть, а уж там пускай архитектура решает, как это расположить, что это сделать. Два в одно. Вместе со сквером, которого ждали ветераны, в голосовании идет еще одна площадка – молодежная. Территория за кинотеатром «Современник» много лет остается в неухоженном виде. Заросли кустарника, мусор, отсутствие дорожек и освещения. Если ивановцы сделают выбор в пользу благоустройства этой территории, здесь появится несколько зон для семейного отдыха и активного времяпрепровождения молодежи. Кроме того, предварительное предложение по этому участку включает установку детской площадки и современного скейт-парка для ивановских экстремалов. Этот объект для нас очень важен, потому что у Иваново нет достойного уровня площадок для того, чтобы дети, молодежь, основная категория молодежь могли заниматься. Мы бы хотели здесь создать такое пространство, которое могло бы работать на людей из других регионов, из Ярославля, из Владимира, потому что сейчас действительно высокого уровня площадок, как скейт-парки, ни в тех, ни в других регионах нету, и Иваново имеет такую возможность быстренько занять эту нишу. Так как территория расположена в самом центре, в шаговой доступности от крупнейших городских вузов, она может стать главной молодежной площадкой города. Кроме того, развитие этой территории в таком ключе, вероятно, повлияет и на будущее давно ожидающего перезагрузки кинотеатра «Современник». Именно вот эта территория за «Современником», по моему мнению, нужна для молодежи. Здесь можно построить огромное интересное молодежное пространство, которое в себя будет включать и скейт-парк, сцену, территорию для граффити, место для танцев, чтобы здесь, в нашем городе, растить олимпийских чемпионов, так как скейтбординг и BMX входят в категорию олимпийских видов спорта. Голосование на портале Иваново РФ продолжится до 19 ноября. По его итогам определят объекты для благоустройства. Их число пока неизвестно. Все будет зависеть от финансирования и объема работ. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.